2021 год. Республики Тарстан объявлено годом родных языков и народного единства. 28 апреля мы вспоминаем известного мусульманского богослового-просветителя Шагабудина Марджани. Сегодня в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, мы вместе с вами увидим настоящий рукописный памятник автора. Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Произведения Шагабудина Марджани посвящены богословию, историю, литературе и языку. Самый известный его труд – двухтомное фундаментальное сочинение по истории татар с древнейших времен. Мустафат Аляхбар, Фиахваль Казан, Вабулгар. Собрание или кладезь сведений о делах Казани и Булгара. Написанное в 1885 году. Это первый опыт написания национальной истории татар. Из коллекции отдела рукописи редких книг мы решили показать вам рукопись Мустафата Аляхбар. Перед нами рукопись известного татарского просветителя Шагабудина Марджани. Рукопись, которую мы сейчас показываем, была переписана в 1888 году. Она из коллекции другого выдающегося татарского просветителя Галимжана Баржуди. Выполнена рукопись в своем родном переплете. Как полагается, мы не открываем на 180 градусов работу. И она начинается с 20-й страницы. Это рукопись об истории Волжской Булгарии и Казанского ханства. В поисках материала для исторических исследований Марджани посещал древние развалины булгара, татарские, русские, чувашские, мордовские села. В тексте он активно продвигал этноним татары, разъясняя читателям, что это за народ, какова его история, что татары сделали, чем их представители могут гордиться. Идийные философские взгляды Шагабудина Марджани, его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, просветителя, философа и историка останутся заметным явлением в отечественной истории. Просветительские идеи Марджани охватывают самые различные стороны обновления общественной жизни татарского народа, включая в себя мысли о необходимости получения татарским населением светского образования, усвоения прогрессивного наследия прошлого, античной, арабской мысли и настоящего русской и западноевропейских культур. Им были заложены основы реформ преподавания в медресе для доступа татар к передовым достижениям мировой культуры и науки. Выдающийся востоковед Резаидин Фахреддин говорил о Марджани так. Он всегда будет примером для подражания нашим уважаемым друзьям и соотечественникам, которые хотят служить своему народу и вере. Интересный факт. Просветитель Шагбудин Марджани фотографировался своей жизни дважды. Первый раз по просьбе американского консула, и второй раз по просьбе издателя энциклопедического журнала в Лондоне. В то время татары в массе своей считали фотографию греховным занятием, и поступок Марджани ввел это новшество в их быт. А Тукай отзывался о нем так, поборник свободомыслия, знаний и прогресса, сделавший первый шаг к просвещению. Шакирзян Хамедуллин Хазрат пишет, Марджани очень любил историческую науку, его чрезвычайно интересовали вопросы, связанные с историей. Благодаря этому интересу, Марджани состоял членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском императорском университете. Он даже написал некоторые материалы для этого общества. Марджани был близко знаком с рядом русских ученых-историков и, конечно же, востоковедов Казани. Он высоко оценил богослова. Как говорил французский философ Рене Декарт, чтение хороших книг – разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. И при том такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. Так что до новых добрых встреч. Библиотеки «Ведь свобода» существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков. Итоги недели.